Дорогие друзья, вечер добрый. Меня зовут Филипп Березин. Я рад приветствовать всех на очередном вебинаре от Приан. Тема нашего сегодняшнего вебинара – доход. Доход, получение денег, денег с недвижимости. Тема, она такая весьма волнительная, она непростая, потому что в вопросе получения дохода сомнений, недоверия всегда очень-очень много, да и плохо будет тот инвестор, который просто так сразу по щелчку начнет вкладывать деньги туда, куда ему скажут. Но тем не менее сегодня мы как раз и будем обсуждать действительно очень интересные цифры и очень интересные возможности, которые открывает отельная недвижимость. И я с удовольствием представляю свою собеседницу Наталью Сорокко. Это топ-менеджер компании Вингхем Гранд Резиденс. Наталья, здравствуйте. Добрый вечер, Филипп. Добрый вечер, друзья. У нас работает чат. В течение примерно ближайшего времени, в течение ближайшего часа-полутора мы будем как раз и говорить о проекте, говорить о тех возможностях, которые он открывает. Традиционно у нас и чат работает, вы можете в чате задавать вопросы. Традиционно можно будет потом посмотреть, пообщаться естественно по завершении нашего вебинара с нашими экспертами и поэтому я попрошу сразу контакты их в чате опубликовать. Ну и с Натальей и с представителями компании. Ну и традиционно, конечно, материал по итогам нашего вебинара и видеозапись тоже будет, соответственно, вы все ее получите. Наталья, ну давайте знакомиться в двух словах, кто вы, что у вас за проект и так далее. Пожалуйста, и можем даже презентацию, думаю, сразу включить. Добрый вечер еще раз всем, друзья. Итак, да, начнем же с нашей компании. Наша компания это European Village, это строительный холдинг в Грузии. Это компания, которая на сегодняшний день входит в топ-10 грузинских брендов, причем наравне с такой компанией, как Боржоми, думаю, всем известно. Это компания, которая по версии Forbes признана лидером по качеству строительства в регионе, а также по строительству объектов с наивысшим инвестиционным потенциалом. Ну и на сегодняшний день мы реализуем один из крупнейших, важнейших проектов в Грузии. Мы его реализуем в партнерстве с международной отельной сетью Windham Hotels & Resorts. И на сегодняшний день это будет проект, первый и единственный в Грузии, который строится по системе All-Inclusive, по системе все включено. Этот проект будет состоять из четырех брендовых отелей, о них мы поговорим немножко с вами позже более подробно. Ну и сегодня нашу компанию European Village, такой гигант как Windham Hotels & Resorts признал той компанией, которая может реализовать то, что мы задумали в том масштабе, который предполагается. В двух словах давайте все-таки тогда о Windham, потому что, ну это, как я понимаю, крупная отельная сеть, но я вполне допускаю, что не все могут про нее что-то знать и, соответственно, несколько слов просто буквально о том, что это такое. Ну что ж, Windham Hotels & Resorts это международная отельная сеть. Я думаю, что многие слышали про сети Redison, Hilton, тот же Windham и другие, да, Marriott, Hayat и так далее. Вот Windham это такая же точно международная сеть, только по количеству отелей она более масштабная. То есть отелей бренда Windham в мире наибольшее количество. Вот так для сравнения, чтобы вы понимали, ближайший конкурент по количеству отелей это сеть Marriott. У них, по-моему, порядка 8500 отелей, у Windham уже это 9300 отелей. Да, я сейчас с вашего разрешения покажу немножко детальнее о самой компании Windham, насколько это масштабная сеть. Хорошо, давайте и я после этого еще несколько слов о ней, и я тогда после этого еще тоже одно важное объявление сделаю для всех наших участников. Да, итак, отели Windham, как я уже сказала, более чем 9300 в мире. Эта сеть объединяет в себе 24 бренда разных категорий. И для примера, чтобы вы понимали, в какой категории строим мы. Вот эти 24 бренда, здесь есть такого бюджетного уровня бренды, такие как Super 8, например, да, может кто-то знает. Есть среднего уровня отели, такие как La Quinta или Windham Garden или Ramadan, многим известные, да. Вот, но я обращаю ваше внимание, что мы строим конкретно в линейке Windham Grant. То есть, это наивысшая категория отелей, которые имеются в семье Windham. У них высшая категория... Найнейшая категория, в смысле, просто, ну, там, условно говоря, там, если в звездах говорить, то вот это вот самое-самое-самое, там, да, максимальное число звезд, максимальный шик и так далее, да? Абсолютно верно. 5 звезд плюс именно они. Вот из всего огромного количества отелей Windham в мире только 75 под брендом Windham Grant. То есть, они дорогие в сдаче в аренду, и как результат, владея ними, вы получаете высший доход, чем приносят остальные. Окей. Ну, и перед тем, как уже углубиться и в экономическую ситуацию, я хочу сделать еще одно объявление, поскольку у нас сейчас ноябрь и черные, сегодня же не пятница, но черных пятниц сейчас у нас очень много, но сейчас каждый день черная пятница, наши коллеги из компании Windham Grant Resilience, Батум и Гонио делали специальную акцию для всех участников вебинара, для всех, кому действительно может быть интересен инвестиционный этот проект. И для того, чтобы, ну, можно по-разному, можно просто с экспертами компании будет связаться, а можно, вот видите, вверху экрана есть такая замечательная красная кнопочка с надписью «Отставить заявку». При нажатии на нее вы попадете на специальную страницу, где сможете, ну, оставить вот заявку, по сути, получить подарок, то есть на более интересных условиях приобрести инвестиционный объект. Итак, Наталья, давайте несколько слов теперь просто поговорим о Грузии вообще в целом, потому что интерес к стране, с одной стороны, велик, с другой стороны, вот он порой настолько велик, да, что, как бы, возникают уже сомнения, а как же, ну, насколько это все серьезно и в самом деле, насколько в заправду действительно есть какое-то грузинское чудо. Несколько слов, потому что цифры хорошие, а как вам ситуация видится изнутри, с вашей стороны? Да, Филипп, вы знаете, я 10 лет живу в Грузии, все 10 лет я занимаюсь недвижимостью, вот, поэтому можно сказать, что вот эта популярность Грузии, я ее наблюдаю изнутри. Но я бы все равно обратилась к цифрам, потому что я думаю, мы с вами тут собрались вместе с инвесторами, и они думают этими категориями. Поэтому нужно понимать, что туристический поток в Грузии, он постоянно растет из года в год. Грузия сейчас находится во многих, во многих топовых международных рейтингах. Например, рейтинг Всемирного банка, где Грузия занимает седьмое место по легкости ведения бизнеса, да, и так далее. Самый низкий уровень преступности в Европе, конкретно в Грузии. На самом деле рейтингов много, показателей много. Если кому-то нужно будет изучение конкретно данной этой темы, мы сможем это индивидуально разобрать. Но сейчас я тогда обращу внимание только на те моменты, которые близки частным инвесторам, то есть нам с вами, да, при покупке недвижимости. В первую очередь это гарантированное право частной собственности, причем оно не зависит от вашего гражданства, и это сейчас тоже довольно актуально. Отсутствие налога. В Грузии нет налога на недвижимость. Вы не платите его ни при покупке недвижимости, ни на владение этой недвижимостью. Кстати, многих это останавливает при покупке в Европе, например, да, где налоги слишком высокие. Документ оборот, он здесь ведется на языке покупателя. То есть для вас это все прозрачно, для вас это легко и понятно. В Грузии все прозрачно и надежно. То есть есть здесь единый реестр, все наши договора, они подлежат регистрации в едином реестре, и вы получаете документ о собственно собственности. Покупка и владение недвижимостью от 100 тысяч долларов дает вам возможность получения ВНЖ. Отдельно скажу, увидела уже вопрос, по-моему, в чате о том, что мы для своих покупателей мы делаем ВНЖ. То есть наши юристы помогают в полном юридическом сопровождении. То есть собираем документы, подаем документы, грубо говоря, ведем вас за ручку в этом процессе до того момента, пока вам не выдадут этот вид на жительство. Окей. Хорошо. Ну вот смотрите, давайте тогда еще один момент затронем, вот уже, наверное, переходя к вашему проекту. Он ведь находится где? Он находится в Батуми. Да, он находится в Батуми. Он находится в лучшем районе Батуми, это район Гонио. На сегодняшний день это самый красивый, наверное, район, потому что от Грузии ждут чего? Море и горы. Вот конкретно в этом районе все это соединено. Все наши абсолютно проекты, они находятся в окружении гор, но при этом они непосредственно в близости к морю. Сам Гонио, Гонийский пляж, это единственный претендент в Грузии на награду «Голубой флаг». Это награда за безукоризненность пляжа. Плюс, наверное, все, кто хотя бы раз побывал в Батуми на море или собирался, да, изучал информацию, все знают, что там самая чистая вода. Вот за самым чистым морем нужно ехать в Гонио. Есть отдельные моменты по поводу строительства. Этот район, он довольно маленький, но он начал строиться уже тогда, когда застраиваться активно, имею в виду, когда вышли новые строительные регуляции. То есть все нормы там соблюдены. Не будет ситуации, когда мы построили красивый проект с видом на море, а через год там рядышком кто-то закрыл эту красоту. Поэтому найдите информацию по больше погони, посмотрите видео, это действительно захватывающий район. Наталья, давайте я тогда все-таки спрошу, может быть, такой более общий, уже такой скептический первый вопрос, да. Если мы говорим о Батуми, Батуми начал развиваться, то есть долгое время недвижимость в Грузии равнялась, по крайней мере, для многих иностранных покупателей, недвижимости в Батуми. Вот все предлагалось именно на курорте, в Аджарии, море, все это очень здорово. Показывали вот эти знаменитые кадры красивой набережной и показывали, с одной стороны, безумные цифры доходности, с другой стороны, показывали вот это огромное мощное строительство. Естественная история, а не нет ли перегрева, нет ли той истории, которая, скажем, была в Болгарии, допустим, там в двухтысячных годах, когда много всего построили, а потом вдруг хлоп, и вот такая вот незадача. Что вы скажете по поводу Батуми в целом и конкретно вашего проекта, приложения, применения к этому? Ну, смотрите, Батумский рынок, он довольно специфический. И по поводу перегрева, тут нужно отметить, что он перенасыщен в плане апартаментов. То есть наибольший популярный тип недвижимости, который здесь строился, начиная 10 лет назад по сегодняшний день, это апарт-комплексы. Но что такое апарт-комплексы? Это зачастую огромные комплексы, они включают в себя от 5 до 10 тысяч однотипных, одинаковых апартаментов, у них нет должной инфраструктуры, которая обеспечит комфорт не только проживающим, но и владельцам, нет какого-либо организованного, я уже не говорю про международное управление этими апарт-комплексами. И поэтому из-за такой большой насыщенности очень большая конкуренция между ними. И конкуренция в том числе, потому что это такая сборная солянка, когда можно сдавать через частных агентов, можно самостоятельно где-то выкладывать на букингах, можно довериться застройщику, которой попытался создать управляющую компанию, или управляющая, которая без опыта работает и так далее. Все это приводит к тому, что вы не получаете тех ожидаемых доходов, которые вам обещают заранее. Поэтому на сегодняшний день нужно понимать, апартаментами вы правы, перенасыщен город. Но при этом существует ряд брендовых отелей в Батуми, тот же Хилтон, тот же Шаратон, тот же Рэдисон. Они прекрасно работают, они работают круглый год, у них в три раза выше заполняемость, почти в три раза, где-то вот исследование по результатам. В три раза относительно чего? Относительно апартаментов, относительно апартаментов, да. Выше стоимость аренды при сдаче. То есть, когда вы покупаете отельный номер в брендовом отеле, вы заранее получите минимум в три раза выше профит, потому что это брендовые отели, потому что это как работающий бизнес. Я очень люблю сравнивать, проводить аналогию с машинами, да, это как Мерседес. Вы знаете, где бы вы его ни купили, в какой стране, вы знаете, что вы получите на выходе. То же самое с брендовыми отелями и гостиничными номерами там. Это система, которая работает уже длительное время, и вы точно знаете, что вы получите в результате. Ни один отель не открывался еще, например, без должной инфраструктуры, которая обеспечит комфортное нахождение там всех гостей, номерной фонд которого предусмотрен. Вот поэтому на сегодняшний день, ну, скажем так, откровенно из своего опыта, доходность апартаментов это 3-4, ну, максимум 5% годовых, в то время как брендовые отели показывают более 10. Но, опять же, нужно понимать, что в Батуми крайне мало на пальцах одной руки можно пересчитать те брендовые отели, где вы можете приобрести гостиничный номер. Вот. Как раз об этом давайте и поговорим, собственно, подошли к главному, что называется, к сути. Ну, сама возможность приобрести гостиничный номер, понятно, что есть опытные инвесторы, которых ничего не удивит, но обычно, ну, условно говоря, 5-звездочный отель, вот там я почти всю свою жизнь прожил в Петербурге, я вижу 5-звездочный отель, я понимаю, что каким бы заинтересованным там инвестором я не был, мне номер в этом отеле никто не продаст, потому что там есть хозяин, там есть собственник, который прекрасно зарабатывает и без моего участия. Ну, вот про доходность тоже, да, вопрос есть, мы, конечно, про нее поговорим. Как вообще все это работает? Что вы, собственно, предлагаете? И это уже построено, это не построено. Давайте вот прям с этого и начнем. Да, ну, тогда давайте обратимся к презентации, так будет мне немножко нагляднее вам показывать. Итак, на сегодняшний день наш комплекс All-Inclusive, он включает в себя 4 отеля. Они довольно разные, они на любой чек, они на любой вкус. Всех их объединяет общая инфраструктура, то есть они находятся в одном районе, у каждого из них есть своя инфраструктура, она у каждого с каким-то акцентом. Например, у Аквы, понятно, по названию акцент на всем, что связано с водой, с разного типа спа-комплексы, множества бассейнов, медицинская клиника, физиотерапия, реабилитация и так далее. Где-то мы делаем акцент на детской инфраструктуре, где-то развлекательной. И суть в том, что где бы вы ни приобрели гостиничный номер, инфраструктура всего остального, комплексы, она для вас абсолютно доступна. То же самое и для гостей, которые приезжают отдыхать, просто их логистику перемещения уже контролирует управляющая компания. Все эти проекты, они находятся в Батуми, в Гонио, они все на стадии строительства. Просто на разной стадии строительства. Есть проекты, которые мы сдаем уже в следующем году, есть ряд проектов, которые мы сдаем весной 25-го, то есть через полтора года. Все они строятся одновременно с инфраструктурой. Простите, чтобы я просто понимал, это, условно говоря, одна большая территория, на которой в разных местах расположены четыре разных типа отельной недвижимости? Так получается? Приблизительно. Они находятся все в одном районе, они находятся недалеко друг от друга. Где-то это расстояние 200 метров, где-то это 500 метров. Но они все находятся в одном районе, они будут соединены шаттлами, то есть электрокары постоянно будут курсировать между комплексами, и все желающие смогут между ними перемещаться в зависимости от того, что вы сегодня желаете, спа или боулинг, например. Вот мы сейчас видим с вами Акву. Аква – это самый высокий отель, он 20-этажный. У него одна из самых больших инфраструктур, кроме того, что она на первом, на последнем этаже, там дополнительное инфраструктурное здание в четыре этажа, разными спа-комплексами, той же клиникой, о которой я уже упоминала. Он будет готов у нас в марте 25-го года. Он ближе к такому классическому отелю. Есть family club, это для тех уже, кто любит более приватный отдых, он такого бутикового типа, он малоэтажный, у него меньше инфраструктуры, то есть меньше будет движений туристов под окнами. Вот, в общем, он более приватный. Есть у нас ривьера, наверное, мой любимый, потому что это первый в Грузии отель из таунхаусов. То есть это как президентский люк, таунхаус. У нас он двух видов, там или 130, или 150 квадратных метров, но это у вас свой дом, у вас есть свой двор, у вас есть структовые деревья, у вас есть зона барбекю, то есть у вас немножко больше пространства, да, и мы сравниваем это ближе к президентскому люксу. И еще один новый проект, который мы стартовали недавно, это Виллос. Это уже отдельно стоящие Виллы, также брендовые, все то же самое по стандартам Виндом. Но здесь у вас уже больше площади, у вас здесь больше территорий частные, еще более приватный комплекс. Просите просто, чтобы я для себя понимал. Вот есть отель, есть апарт-отель. Вы говорите, что вы отель, то есть, условно говоря, вот в том первом комплексе, который вы строите, в первую очередь, условно говоря, кухонь в номерах нет, это именно интерес к туризму, да, то есть туристы должны туда приезжать, жить там неделю-две краткосрочно и потом отправляться, отдохнув в Батуми. Вы знаете, в каждом из проектов, который мы сейчас смотрели, есть мини-кухни, мини-кухни или кухни, потому что это улучшенные отельные номера. Что касается апартаментов или отельных юнитов, вы покупаете отельный юнит, то есть это отображается и в договоре, отображается в документе о собственности, которую вы получаете. Просто это разного типа отельная недвижимость, но это конкретно отельные резиденции, отельные юниты. Везде есть кухня, они все предназначены как для краткосрочного, так и для долгосрочного проживания. Потому что человек может приехать, он может купить пакет туристический с, например, медицинско-санаторным обслуживанием. Вы можете проходить лечение и одновременно жить в отеле. Вы можете просто приехать на длительный период, потому что вы любите проживать, чтобы у вас под рукой был пятизвездочный сервис, как в отеле. Поэтому все, что мы сейчас назвали, это отельные юниты. Перед тем, как уже перейти к финансовой составляющей, я еще раз хочу напомнить, что мы, поскольку проводим в ноябре в черно-пятничные дни, точнее даже недели, наши коллеги из компании Windham Grand Residence в Батуми, Гонио делают подарок для всех участников и вебинара, и для тех, кто потом прочитает материал. Но поскольку я сейчас обращаюсь к тем, кто на вебинаре находится именно для вас, вы можете оставить заявку и получить специальное предложение по более выигрышной, интересной цене. Нажимайте на кнопочку «Оставить заявку», оставляйте ее, и, собственно, дальше уже будет общение с экспертами компании, уже лично, наверное, по завершении вебинара. Наталья, ну давайте теперь о финансовой стороне вопросу. Сколько стоит вход? Как это все работает? И как вообще на этом физически происходит заработок? Отлично. Ну что ж. Итак, я хотела бы начать с того, сколько мы стоили на пресейле, на начале строительства наших объектов, и сколько мы будем стоить в конце. Мы начинали продажи с 2000 долларов за квадратный метр. Это стоимость под ключ, то есть вы покупаете полностью укомплектованный гостиничный номер. На финише, это весной 2025 года, средняя стоимость квадратного метра, она превысит порог 6000 долларов. Причем сегодня нет, к сожалению, этого слайда, но на сегодняшний день в Грузии на самом деле самый низкий порог входа, чтобы стать владельцем отельного гостиничного номера бренда Windham по миру. То есть самая дешевая стоимость квадратного метра такой недвижимости в Грузии на сегодняшний день самая низкая. Потому что в других странах на пресейле, на уровне котлована, она начинается от 6000 долларов. Если я не срываюсь, в Сочи строится у Windham Ramada, это 4 звезды, где стоимость квадратного метра превышает уже 10 тысяч долларов за квадрат. Простите, правильно ли я понимаю, что, ну, исходя, ответ, разумеется, уже понятно, какой будет, но все равно чуть подробнее об этом. То есть это стандартная схема для отелей Windham, которые просто вот везде по миру предлагают одну и ту же, по сути, экономическую модель, ну, естественно, со своей национальной спецификой. Да, да, абсолютно верно. Да, и нужно понимать, что всегда во всех строительствах в Грузии в первую очередь самый низкий, самая низкая стоимость это на пресейле, то есть когда объект на уровне котлована. И с каждым этапом строительства цена всегда растет. Поэтому чем раньше вы заходите в сделку, тем выгоднее для вас она получается. Простите, вот те цены, которые здесь приведены, вот там 2000 евро, сейчас 4400, и вот прогнозируемые дальнейшие, это цены, они как бы рыночные, или это, как они формируются, или вы изначально просто их фиксируете и продаете по этой цене? Да, ну понимаете, когда мы говорим о строительстве под брендом Виндом, мы уже наперед знаем, что мы туда вкладываем и сколько это стоит. Потому что Виндом регулирует абсолютно все, начиная от стройматериалов, которые мы должны использовать, заканчивая дверными ручками, которые должны быть установленными, или сантехника, которая должна быть установлена. Поэтому стоимость квадратного метра, себестоимость, мы ее знаем. И у каждой компании, у нас в том числе, есть какой-то финансовый, финансовый план. И тот график, который мы сейчас с вами видим, это контролируемая капитализация. Мы от этого графика мы еще не отходили и не собираемся от него отходить. Поэтому вы легко можете посчитать, сколько вы можете заработать, если вы, например, купите это сейчас, а не позже. Вот тогда как раз ключевой момент. То есть, если бы я, условно говоря, инвестор купил бы несколько месяцев назад, он бы потратил, скажем, 2-3 тысячи, в зависимости от. Сейчас 4-400. Означает ли это, что я сейчас могу по этой же цене продать? Я купил, и как этот вопрос решается, как раз вот даже вопрос тоже от Юлии, наша самая активная зрительница, спасибо ей огромное. Как эта история реализовывается, и насколько возможно выйти из проекта по ходу, как это вообще происходит? Да, друзья, но опять же, самый выгодный выход будет после того, как проект запустится в работу, тогда будут самые высокие цены. Но если вы намерены выйти из сделки еще на этапе строительства, это возможно. Но это делается уже по согласованию сторон, потому что до завершения строительства и до выплаты вами всей суммы это еще не полное владение этой недвижимостью. Поэтому там есть отдельные юридические моменты, это не перепродажа, это переуступка прав в собственности. Она у нас возможна, но по согласованию сторон. Мы стараемся контролировать этот процесс. Ну, на примере объясню вам почему. Допустим, Филипп купил у нас два этажа на стоимости в 2000 долларов. Сейчас, когда мы продаем по стоимости 4, он решил весь этаж свой перепродать. То есть вы, грубо говоря, можете поставить его дешевле, чем мы, там на 100 долларов, например, за квадрат, да, и тем самым создать такой диссонанс на перепродаже, да, это будет невыгодно ни нам, как застройщику, ни тем инвесторам, которые планируют это перепродавать дороже потом. Поэтому я скажу, что это возможно, но это в отдельных случаях, и это по согласованию сторон. Если вы хотите заработать на перепродаже, ориентируйтесь на завершение строительства. Для понимания, ну вот в этом проекте, какая доля инвесторов купила в начале, какая там на втором, на третьем этапе, какой объем у вас есть сейчас, если это информация открытая, конечно. Да, вы знаете, эта информация абсолютно открыта. Более того, мы когда отправляем нашим покупателям прайсы, это 3D-прайсы, вы легко можете увидеть, сколько юнитов уже продано, сколько осталось в продаже, и по какой цене они у нас стоят. Поэтому разные проекты по-разному проданы, потому что они на разных этапах. Аква, она продана уже процентов на 70, да, там осталось 30 процентов номерного фонда. Поэтому это доступная информация, в индивидуальном порядке ее все получат, кто будет интересоваться этим проектом. Еще уточнить, хочу, вот привели цифру, 475 условно, это цена в Акви или это средняя цена по всем комплексам? Это что? Средняя цена по комплексу, да, вы правы, это средняя цена по комплексу. То есть, например, Family Club мы стартовали позже, там сейчас с учетом скидки Черной Пятницы можно купить за 300-300 квадратный метр. В Акви на более поздней стадии строительства можно купить, но там уже будет порядка 4 тысяч долларов. Вот поэтому это средняя цена по всем комплексам за 4 отеля. И тогда еще один вопрос. Ну, средняя в пересчете на квадратный метр понятно, а в абсолютных цифрах разброс от и до порога кода вот сейчас, это сколько? Это десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы. Ну, понятно, что миллионы, это я уже загнул, наверное, но чем не менее. Ну, миллионы тоже хорошо, есть у нас и такие покупатели. Итак, смотрите, если мы говорим про Акву, например, стандартный номер, это студия 32 квадратных метра, сегодняшняя стоимость с учетом скидки это порядка 130 тысяч долларов. Если мы говорим о пороге входа, то это 30% от стоимости, почему? Потому что это сумма первого взноса. Дальше у вас будет два с половиной года, чтобы вы выплатили остальную часть. Поэтому в Акве порог входа 30% от 130. Ну, с рассрочкой до окончания строительства? Рассрочка дольше у нас даже, чем окончание строительства для удобства покупателя. А право собственности в какой момент я получаю? Дело в том, что когда вы только покупаете и вносите первый взнос 30%, мы уже регистрируем вас в реестре государственным как будущего собственника этой недвижимости. регистрируется предварительный договор купли-продажи. Когда же вы выплатили всю сумму и проект завершен, тогда мы регистрируем еще один договор. Это договор уже основной. И тогда вы получаете основной документ о том, что вы уже по факту являетесь собственником этой недвижимости. Окей. Ну, давайте говорить о совсем интересном, а именно о доходе. потому что опять же мы когда с вами общались и только начали общение, честно скажу, я всегда очень скептически с опаской отношусь к большим цифрам. Ваши цифры в моей логике не маленькие, они серьезные, большие, поэтому давайте о них и что позволяет вам заявлять такие весьма большие цифры. так, ну, начну с того, что, во-первых, у нас есть два варианта дохода. Это реальный, то есть расчетный доход, который предполагаем мы и управляющая компания, и второй это гарантированный доход. Гарантированный доход это фиксированная ставка, которую мы с вами выбираем, она у нас от 5 до 7 процентов в зависимости от проекта, и в коем случае, что бы ни случилось, вы получаете фиксированную ставку дохода годовых. Если же вы выбираете расчетный, вы несете риски вместе с управляющей компанией. наглядно при примере посмотрим, я так понимаю, что у нас тоже есть какой-то реальный, то есть расчетный это от 10 до 18 процентов. Почему такой вилкозазор? Потому что разные объекты по разной стоимости, потому что они на разных стадиях строительства, да, поэтому чем дешевле вы покупаете, тем выше процент доходности у вас получается. То есть в среднем от 10 до 18 процентов. И гарантированный 5-7. Это что касается доходности. Это в любом проекте, в любой, в любом из четырех, да? Да, в любом из четырех. Например, если вы возьмете в Акву, это порядка 14 процентов по текущим ценам без условий скидки, да, по акции. Это будет приблизительно 14 процентов годовых. Если вы возьмете, например, таунхаусы, которые сегодня практически завершены, они стоят уже дороже, чем ранее, поэтому доходность в процентном соотношении будет немного ниже. Но с учетом того, что в мире средний процент доходности, который считается хорошим, это 5-6%, в любом случае, 10 и все, что выше, это уже превосходно. Но опять же, я понимаю, что сейчас у всех вопрос, чем мы это все будем подкреслять. это, конечно, очень хорошие цифры, но... Да, здесь вот, грубо говоря, 4 кита, на которых все это держится. Первый это сам бренд Виндом. То есть, что здесь нужно понимать? Чтобы отель переносил хороший доход, он должен не просто дорого сдаваться, он должен хорошо заселяться, у него должна быть высокая заполняемость. Бренд Виндом в первую очередь нам это обеспечит. Почему? На сегодняшний день здесь вот приведена цифра 103 миллиона постоянных клиентов. Это та база клиентов, которые минимум один раз в 6 месяцев посещают отели бренда Виндом. И те, кто, скажем так, не поленились заполнить анкетку после выезда из отеля. Я ленюсь. Я всегда ленюсь. Но я не в 103 миллионах, но чем не менее. Но мы отдыхаем в брендах Виндом. Поэтому, почему эта цифра важна? Потому что, когда наши проекты будут завершены, эта вся многомиллионная аудитория будет видеть наш отель, и она сможет напрямую его забронировать с официального сайта Виндом. Во-вторых, это all-inclusive проект. То есть, компания Виндом международная, компания управляющая Эмбридж международная. У них контракты с международными туристическими агентствами. То есть, дополнительно будут продаваться туристические пакеты. Вы можете в любой точке мира купить пакет в Грузию и приехать в наш отель. Очень важный момент, отдельный акцент я бы хотела сделать на компании Эмбридж. Это международная управляющая компания. Она аккредитована непосредственно брендом Виндом. Эта компания на рынке уже более 60 лет. То есть, они знают, как привлекать клиентов, как их развлекать, заселять, что делать, чтобы отели хорошо работали. Вот. Поэтому я не знаю, вряд ли кто-то сталкивался, кто не, скажем так, тесно не связан с этой темой. Но Эмбридж очень серьезная компания. Это вы сейчас видите ряд брендов, брендовых отелей, с которыми работает непосредственно Эмбридж. Хаят, Шератон, Хилтон, Мэриот и так далее. То есть, компания, которая серьезно относится к делу, они за год до запуска проекта начинают обучение персонала. То есть, наша задача вместе с ними перенести тот настоящий пятизвездочный сервис, которого так, ну, скажем так, не хватает в Грузии. А можно все-таки, так как сразу заговорили, немножко от доходности вернуться к этой истории. Действительно, 5-6% в мировом масштабе это неплохо. первое уточнение. Как это относительно того, что есть в Грузии, да, то есть, как бы, я просто знаю, что цифры средней доходности в Грузии бывали и больше. То есть, по-моему, не так давно Грузия названа чуть ли не самой, становилась наимаксимальной доходности, чуть ли не больше 10%. Ну, понятно, что это получается простым делением цены на ставки аренды, но тем не менее. И второй момент, а в какой валюте как все происходит вот эти вот взаиморасчеты и так далее? Да, вы знаете, это приятная новость сейчас будет, потому что доход мы фиксируем в валюте, в долларах. Мы продаем недвижимость в долларах и доход мы также фиксируем в долларах. Это, я думаю, позитивный момент особенно для граждан России с историей с рублем, да, когда там стоил 70, а теперь, например, там будет стоить 100. То есть, мы фиксируем доходное за валюте. Почему я до устного, Наталья? что вы? Извините. Да, поэтому доходность, она действительно высокая. У нас есть ряд завершенных проектов, они у нас не под брендами международных отельных сетей, но это дефицитная недвижимость и она именно под брендом нашим European Village, она знаменита в регионе, потому что она давала и дает самые высокие показатели по доходности в регионе в Неваджаре. Перед тем, как мы продолжим, еще вот некоторые вопросов именно по доходности, как сейчас осуществляются платежи, как начать с вами работать, тем более, если покупатель из России, перевести деньги в Грузию, вообще куда-то перевести из российского банка сейчас трудно, как вы это решаете сейчас эти задачи и как вообще происходит все оплаты? Вы знаете, на самом деле вариантов достаточно много осталось, во-первых, ряд российских банков все еще продолжает делать свифт-платежи, вот, поэтому, пожалуйста, перевод. Второй вариант многие сейчас, для многих популярно, это криптовалютные платежи, тоже существуют. Просто вам на счет можно перевести или это нужно через каких-то посредников? если у вас есть свой счет, вы можете это делать напрямую, да. Дальше, у нас есть представители в разных странах, в разных регионах наше представительство, где вы можете оплату сделать наличными, получить все необходимые документы. Ну, на самом деле, знаете, когда у нас доходит дело до покупки, обычно мы индивидуально подходим к этому вопросу, учитывая то положение, которое у покупателя. И поверьте, если вы захотите купить, мы найдем способ, как эти деньги принять и получить здесь законным образом. Еще один вопрос, как происходит, как и куда происходят выплаты и с какой регулярностью? как я понимаю, сейчас они пока еще никак не происходят, потому что проект не завершен, но в тех проектах, которые у вас уже есть, как это реализуется там? Смотрите, в первую очередь платежи, они ежемесячные. Когда управляет международная компания, первый их принцип это прозрачная финансовая отчетность. Покупатель будет в онлайн-режиме, потому что у него будет свой онлайн-кабинет, он будет видеть, как происходит сдача его номера. Он будет видеть, по какой это цене, какая у него заполняемость и так далее. В конце месяца в этом же онлайн-режиме он получает отчет по итогам месяца, и он видит ту сумму, которая подлежит выплате ему на сегодня. Платежи, они ежемесячные. Они выплачиваются на тот расчетный счет, который указывает покупатель. Чаще всего покупатели открывают в Грузии расчетный счет, и эти поступления им каждый месяц поступают на счет, они их либо копят, потом снимают, либо через онлайн-банк переводят себе, либо приезжают в Грузию и тратят то, что заработали непосредственно в Грузии. То есть ежемесячные платежи на тот расчетный счет, который указывает покупатель. Вы сказали, есть два варианта, то есть можно оплачивать, можно выбрать гарантированный доход, можно выбрать доход свободный, что называется, тогда. Как это происходит, как часто я могу менять переход с одной схемы на другую, и почему именно так, а не иначе? Это можно менять один раз в три года. Раз в три года вы можете выбирать, вы хотите получать гарантированный доход по фиксированной ставке, или вы хотите расчетный. Я всегда всем рекомендую начинать с реального, с расчетного, и видеть высокие показатели, и не думать о гарантированном, и не беспокоиться о рисках. Если же вы видите, что есть, не знаю, может быть, какие-то внешнеполитические какие-то ситуации, или еще что-то, что может снизить аренду, пожалуйста, выбирайте гарантированный. Опять же, важный момент, гарантированный доход у нас не ограничен по времени. То есть, если вы хотите постоянно получать фиксированную ставку, пожалуйста, вы лонгируете это сколько угодно. Почему делаю акцент? Потому что я встречала уже застройщиков, в том числе в Батуми, которые в рекламе используют гарантированный доход, который, собственно, был передуман не ими, скажем так, да? Но когда начинаешь разбираться, гарантированный доход, он только в рекламе, потому что он не отображен в договоре купли-продажи, либо он ограничен по срокам, например, на год, на два или на три. Тогда, наверное, всем понятно, что зашита эта сумма в расходы или в стоимость того, что вы покупаете. Ну да, тут, Наталья, с вами очень трудно спорить. Это обычно так и бывает. Перед тем, как продолжить, перейти уже к третьей части нашей беседы. Я еще раз напомню про Черную Пятницу, которая сегодня Черный Вторник, а завтра будет Черная Среда. На экране все участники могут оставить заявку для наших экспертов из компании Windham Grand Resilience Batumi Goni и получить специальное предложение на недвижимость в отелях, которая, собственно, и приносит вот тот доход, вернее, будет приносить доход, о котором говорит Наталья. Наталья, давайте еще тогда несколько слов, несколько примеров, все-таки, как это выглядит, потому что вы так вначале про это пробежали, я вижу, там еще несколько новых зрителей присоединилось. Еще раз, вот как это все будет выглядеть, правильно ли я понимаю, что все апартаменты, они сдаются уже в абсолютно готовом виде, и ты там, ну, ничего менять не можешь, и, соответственно, отсюда вопрос, можешь ли ты каким-то образом зафиксировать свое собственное проживание, или это исключительно инвестиционная история, где ты никогда в жизни не побываешь? Да, в целом, вы покупаете гостиничный номер, он у нас полностью укомплектован, то есть вы покупаете готовый номер, сдается проект, завершается проект в строительстве, вы начинаете получать оттуда деньги. Комплектация полная, имеется в виду вплоть до тапочек и халата, все, что вам нужно, то есть все это включено в стоимость. Что касается отдыха или сдачи, здесь, опять же, есть два варианта, но вам нужно определить приоритеты заранее на момент, когда проект будет завершен и будет запускаться в работу. Если вы приобретаете этот гостиничный номер под инвестиции, то есть ваша основная задача его сдавать в аренду, тогда у вас будет ограничение по сроку проживания. И этот срок проживания два месяца в году. Это два месяца в году, когда вы, ваши родственники, ваши друзья можете проживать в этом гостиничном номере. Все остальное время... Как это определяется? Я должен заранее сообщить, там какая-то форма обратной связи есть или что это такое? Да, в том же личном кабинете, о котором мы говорили, будет возможность бронирования. Поэтому минимум за две недели до вашего заезда нужно будет предупредить об этом управляющую компанию, чтобы в случае, если есть уже брони, чтобы их своевременно переставили на другие гостиничные номера. Опять же, очень интересный момент. Всех наших покупателей мы подключаем к программе обмена отдыхом RCI. То есть, я понимаю, что Грузия прекрасна, можно здесь отдыхать каждый год, но есть люди, которые любят путешествовать и каждый год отдыхать в одном и том же месте, им скучно. поэтому возьмите во внимание, что два месяца в году вы можете отдыхать не только в Грузии в своем гостиничном номере, но можете бесплатно также отдыхать в отелях сетей Windham, Marriott и Hilton по миру. Там большой выбор, большая география, там более чем 110 стран, более чем 4500 отелей. Это бальная система, вы приобретаете номер, вы уже получаете определенные баллы, и эти баллы вы даже можете копить какое-то время и использовать их для бесплатного отдыха в других отелях. Такой отдельный бонус от бренда Windham. Да, теперь возвращаясь к первому вопросу, если вы хотите неограниченное количество времени отдыхать, два месяца для вас мало, да, пожалуйста, есть такая возможность, потому что есть процент номерного фонда, который мы имеем право продавать без ограничений в проживании, то есть там вы захотели полгода живете, на полгода отдали в управление, хотите весь год живете, то есть там вы сроки обозначаете самостоятельно, просто об этом нужно заявить во время покупки, ориентировать нас во время покупки, да. Ну, я так понимаю, но все равно сейчас, поскольку достроенного, вот сейчас все еще находится в стадии строительства, те люди, которые уже у вас что-то приобрели, а их, как я понимаю, немало, вот опыт их какой, что они хотят, на что они идут сейчас настоящий момент. Да, вы знаете, у нас есть International Travel Club, это программа предусмотрена для тех, кто купил сегодня, но не хочет ждать завершения строительства, хочет уже сейчас отдохнуть в отелях, почувствовать, что такое Windham, Windham Grand, в каких странах есть и какой сервис там предоставляется. Поэтому для всех купивших сейчас и в последующее время, им не нужно ждать 25-го года, они будут получать минимум неделю бесплатного отдыха в отелях нашей сети по миру, там тоже почти 100 стран и большое количество отелей. Окей, два вопроса, вот один от нашего зрителя про текущий ремонт, да, момент такой весьма-весьма щекотливый, как будут решаться эти вопросы, тем более, что краткосрочный отдых очень часто сопряжен, я не говорю сейчас про хулиганов, это отдельная история, но вещи имеют тенденцию ломаться, особенно, когда они не твои. Да, вы знаете, в этом и прелесть международных управляющих компаний, потому что именно они несут ответственность за сохранность того, что находится в номере. Что имеется в виду, если во время проживания гость что-то испортил, разбил, поломал, унес, как это бывает, да, в таких случаях ответственность исключительно на плечах управляющей компании. Если мы говорим о ремонтах, мелких ремонтах, в том числе это на плечах управляющей компании, раз в семь лет управляющая компания может согласовать собственникам какую-то небольшую модернизацию или небольшой ремонт, да, но это мы говорим там про сумму в 2-3 тысячи долларов, это максимально, да, если что-то нужно обновить. И только раз в 20 лет может происходить модернизация за счет владельца номера. Ну, то есть мы понимаем, да, через 20 лет какое-то оборудование станет уже морально устойчивым. знаете, по моему кран на кухню у меня супруга ухитряется как-то его за 3 года превратить. Да. Такое. Да, управляющей компании, это все прописано в договоре. Понятно, хорошо, скажите еще такой момент, вот вообще какие-то расходы, налоги, вы сказали, что в Грузии налогов нет, но это окей, в общем случае нет. Но хорошо, я купил, я где-то как-то за что-то должен буду или платить, или это что-то будет вычитаться вот из той суммы, которая... Да, в первую очередь есть оплата за обслуживание. Она есть везде, и это касается и отелей, и апарт-комплекса, и жилого фонда и так далее. У нас оплата за обслуживание составляет полтора доллара за квадратный метр в месяц. Мне зависит от того, в каком из четырех комплексов куплен. Да, что в это входит? Это охрана, это видеонаблюдение, это уборка общих территорий, это пользование владельцем всей инфраструктуры, которая есть в комплексе, это пользование шаттлами, то есть электрокарами, если вы передвигаетесь, это оплата за обслуживание, это как, я не знаю, как, ЖКХ, что ли, это называется, да, в России, не помню. Если в России, то да. То есть стоимость, грубо говоря, если у вас стандартный гостиничный номер, это порядка, там, 42 долларов в месяц, это в четыре, это в пять раз меньше, чем стоимость аренды такого гостиничного номера. Еще раз, полтора доллара за квадратный метр в месяц. В месяц, окей. Еще тогда один момент, вы это уже говорили, но все-таки подчеркнуть, динамика площади, и давайте я один вот кадр еще покажу, даже мне он больше всех понравился, там четыре комплекса, вот собственно, которые вы представляете. Значит, вот в первом комплексе, вот если уж совсем простым языком говорить, это вот максимально приближено к гостинице, где есть в том числе небольшие номера, правильно? Да, первые, которые вы видите на картинке, это Аква. Там начинаются метражи от 32 квадратных метров, заканчиваются 58 квадратными метрами. Как только до моря, простите? Там меньше 200 метров до моря. До моря или до пляжа, давайте так вот ощутим, где купаться можно? До моря, да, до пляжа, там где-то 180 метров, до моря где-то порядка 200 метров. то есть, это то море, рядом с которым есть пляж, это важная наговорка, потому что, знаете, до моря от нас по прямой 500 метров, а не по прямой, по прямой 15 километров и плюс еще, знаете, пляж там. Это именно пляж ограничит с морем. Давайте смотреть дальше. Вот семейный комплекс, если я правильно понимаю, там и масштабы, что называется, побольше. Да, там уже сами юниты, гостиничные, они более просторные. Там минимальный метраж, который у нас сейчас есть в продаже, это 56 метров и выше, там 56, 77, есть пинхаусы двухуровневые, они там по 100 метров и больше и так далее. То есть, от 56 здесь. третья картинка это таунхаусы. Таунхаусы у нас двух видов, это 130 и 150 квадратных метров. Это площадь самого дома, так сказать, да, но каждому таунхаусу идет еще земля, земельный участок, он также идет в собственность, он уже включен в стоимость, просто это будет оформлено как двор, зона барбекю, фруктовые деревья, там или газон, парковка и так далее. Ну и четвертое это отдельные виллы. Да, это отдельно стоящие виллы, они по 195 квадратных метров и там уже участки порядка двух соток. Окей. Ну и тогда еще, если позволите, несколько вопросов опять чуть более общего характера. Один вопрос, он такой, довольно понятный, наверное, исходя из того, что про грузинскую недвижимость говорят в целом. Действительно, бум. Бум был там 8-10 лет назад, чуть меньше даже, когда пришло большое количество компаний на выставках и там доходности большие и так далее. Более того, я даже знаю примеры, когда все было у людей хорошо, знаю примеры, когда было не очень хорошо, но вот может быть не в применении к вашему комплексу. Вопрос качества строительства. Ну то есть вы его там заявляете и дай бог, чтобы все было так, как и есть, у меня нет никаких оснований в этом сомневаться, но насколько это вообще серьезная проблема, как вам она видится опять-таки изнутри, что строят не то, что плохо, а как-то так плохо. По-любому. Да, вы знаете, опять же, Грузия, Аджария, это особая климатическая зона. Ну, к примеру, здесь повышенная влажность и с учетом этого нужно выбирать строительные материалы. Вот, да, в Грузии есть ряд проблем, которые связаны с качеством строительства. Почему? Потому что, ну, у нас как такового технадзора нет, поэтому чаще всего это ложится на совесть застройщиков, из чего вы строите. Застройщик в погоне за доходом, он пытается сэкономить на качестве, потом это отображается на уровне комфорта вашей жизни. Да, там элементарно важные тезисы, да, про строительство наших комплексов. Мы, наверное, первые, пока очень немногие из застройщиков, которые строят из керамоблока, то, что для нас, ну, кирпич, да, мы привыкли это называть. Это не то просто экологичный продукт, это стройматериал, который, например, отталкивает влагу, не пропускает ее, который хорошо шумоизолирует, теплоизолирует и так далее. Он удорожает строительство, но, тем не менее, он потом в использовании мегаудобен. Во-вторых, все железобетонные конструкции мы льем с пенетроном, то есть, мы автоматически повышаемся и марка бетона, и сам пенетрон, это вещество, которое влагостойкое, а в условиях аджария это очень важно. Даже вот, где у нас, например, фундамент свайный, каждая свая обворачивается в мембрану, чтобы эта влага, она не шла даже из фундамента, потому что оно как бы важно. Те же окна, мы ставим самые дорогие окна, которые мы можем импортировать, самые качественные, немецкие, например, и так далее. То есть, есть ряд моментов, которые мы уже заблаговременно о них позаботились, оно нам удорожает строительство, но это гарантия вашего комфорта. Но при этом, при всем нужно понимать, что мы строим под брендом международной отельной сети. У нас до начала строительства уже урегулированы все вопросы. То есть, из чего мы строим, как мы строим и когда мы строим. У нас есть внутренний контракт, естественно, непосредственно с брендом Виндом. Это очень такая масштабная компания, и допустить какого-либо сомнения в качестве или в репутации своей, она не может допустить. Поэтому у нас минимум один раз в две недели инспекция непосредственно от бренда на всех наших строительных площадках. Они следят и за качеством строительства, чтобы мы выполняли все стандарты, которые предусмотрены брендом, плюс они следят за этапностью строительства, чтобы мы шли в срок и не было потом никаких историй для бренда с долгостроением или недостроением и так далее. Окей. Ну и тогда уже ближе к завершению. Я, во-первых, еще раз попрошу, во-первых, публиковать контакты для тех, кто захочет связаться именно таким способом с Натальей, с ее коллегами по завершении вебинара. У вас сайт, вся информация здесь есть, пожалуйста. Напоминаю еще раз про дивную чернепятничную скидку, точнее, специальное предложение. Вы можете оставить заявку, для этого нужно нажать на кнопочку, которая есть на экране, ну, телефона или компьютера, уж не знаю, откуда вы, уважаемые зрители, смотрите сейчас наш вебинар. А вопрос у меня, он такой, в общем, инвестиционный, может быть, несколько общий, но тем не менее. Безусловно, рост спроса на недвижимость Грузии, в том числе со стороны иностранцев, в том числе со стороны россиян, украинцев, он есть. Он был последний год и, в общем, ну, в прошлом году он был вообще такой, как я понимаю, зашкаливающий. Особенность и опасность для рынка такого серьезного спроса как раз в том, что он имеет тенденцию заканчиваться, дай бог, по хорошим причинам, да. В какой степени все-таки рынок недвижимости Грузии в целом, на ваш взгляд, зависит сейчас от этого спроса и в какой степени ваш проект от этого зависит, с учетом того, что, ну, вы все-таки немножко находитесь, как я понял, идеологически и, ну, скажем так, стилево несколько в стороне, да, как просто отель высокого уровня. Ну, вы знаете, опять же, те показатели, о которых мы говорили в начале вебинара, про которые касаются Грузию, ее рейтингов, разных экономических показателей, роста экономики и так далее, говорит о том, что Грузия еще длительный период будет идти вперед, этот бум будет расти, строительство будет расти, туристический поток будет расти и так далее. Что касается конкретно нашего сегмента недвижимости, он всегда будет оставаться в дефиците. Почему? Потому что не все застройщики могут взгромостить себе на плечи такую ответственность строительства брендовых отелей. Это действительно очень сложно, к этому очень долго нужно готовиться. Это может быть маржинально не так выгодно для застройщика как строительства каких-то апарт-отелей, но это всегда гарантия. И опять же, если мы с вами сейчас говорим о гарантиях, например, сохранности денег, вот у нас есть, например, обратный выкуп, возможность обратного выкупа. то есть, это значит, что в любой момент вы можете застройщику вернуть недвижимость по возросшей цене за 110% той стоимости, которую вы покупали. То есть, мы вернем вам ваши деньги, доплатим 10% сверху. Простите, давайте сразу уточняющий вопрос, но купить же можно в самом начале строительства, можно сейчас, можно сейчас продавать за 110% от того, что я купил год назад, наверное, не очень интересно. Как это на практике работает? Да, вы знаете, тогда маленькая предыстория, почему возник вообще пункт об обратном выкупе у нас. Есть ряд застройщиков, которые строят огромные апарт-комплексы, которые обещают большую доходность и большую инфраструктуру, к примеру, да. Люди покупают апартаменты, через несколько лет они обнаружили, что оно не приносит доходности, которые обещали, оно им приносит головную боль, потому что там тот же ремонт, расходы все на их плечах и уходят в ноль, грубо говоря, да, по доходности и хотят перепродать эту недвижимость. И вот здесь многие, кто купил изначально не то, что нужно, они сталкиваются с тем, что они уже не могут продать эту недвижимость по той цене, по которой они ее купили. И поэтому возникал какой-то негативный, скажем так, негативные отзывы от тех людей, которые столкнулся с этой проблемой уже в Грузии. Поэтому, чтобы лишний раз не доказывать на словах, что мы гарантируем сохранность ваших инвестиций, мы ввели понятие обратного выкупа. То есть, если кто-то предполагает какие-то риски, что что-то случится с батунским рынком, что это какой-то шар, который раздулся и в какой-то момент лопнет, тогда вы просто должны понимать, что вы не потеряете свои деньги ни при каких обстоятельствах. Окей. Пришел вопрос, как вы прокомментировали его проект Trip by Windham? Знаете, о чем речь? Я просто, к сожалению, не говорю. Да, да. Я, конечно же, знаю, Trip by Windham это одна из категорий, но здесь маленькое предисловие. Мы это называем между собой на рынке недвижимости в Батуми псевдорезиденциями. Что имеется в виду? Есть застройщики, которые понимают, что известность бренда поможет им в продаже их недвижимости. И что они для этого делают? Они строят комплекс, например, там 20 этажей, договариваются с брендом конкретным, что на первом там 5-10 этажах, например, будет брендовый отель. Это история с Trip by Windham в том числе. Но вам не могут продать отельный номер, на который распространяются все стандарты бренда. Вам продают апартаменты, которые, по сути, просто соседствуют с брендом. То есть на них не распространяется уже качество строительства, качество оборудования, номера и так далее. Поэтому всегда я вам рекомендую обращать внимание на договор. Вы покупаете либо гостиничный номер в пятизвездочном отеле, либо вы покупаете апартаменты. Если у вас в договоре апартаменты, это псевдорезиденция. Ну, так называемая. То есть здесь... Ну, я слышал про вот эту... Я, правда, не в применении к кому-то конкретному, просто слышал историю, что ты вроде покупаешь брендовая какая-то штука, но как дальше это работает. То есть действительно ли это та управляющая компания, которая заявлена, это та фирма, которая реально относится и имеет там мировой статус, мировой вес, это действительно такой момент напряженный. Я приведу маленький пример, не называя бренда и комплекса. Есть в Батуми готовый, там действительно на первых этажах хороший брендовый отель, у него хорошая инфраструктура, у него хорошая управляющая компания, а выше это апартаменты. И вот однажды покупатель, который уже приобрел, приезжал к нам рассматривать наши объекты, естественно, он поселился у себя в апартаментах. И вот только тогда, не разбираясь в юридических моментах, он обнаружил, что он не может бесплатно спуститься и использовать инфраструктуру отеля, который находится внизу. У него даже вход не центральный, а сбоку, потому что это вход в апартаменты. И, естественно, управляющая компания не берет его апартамент в управление, потому что он изначально не создавался по тем стандартам, которые она требует. Поэтому, просто обращая внимание, задавайте вопрос менеджерам, которые вам продают, запрашивайте договор и выясняйте, что вы покупаете, апартаменты или гостиничный номер. Окей. Наталья, с удовольствием еще раз представляю. Наталья Сорока, топ-менеджер Виндом Гранд Резидент с Батуми и Гоню. Наталья, давайте попробуем с вами теперь за одну минуту уложить все то, о чем мы с вами говорили за час, для тех, кто к нам сейчас присоединился. Итак, кто вы, что вы, что вы предлагаете, как это работает? Минута пошла. Итак, мы компания, которая сотрудничает с международной отельной сетью в Виндом, мы строим пятизвездочные отели, мы продаем гостиничные номера, мы привлекаем самую лучшую управляющую для этого компанию, мы строим самую большую инфраструктуру в регионе Аджария, мы предлагаем самый высокий доход и самые большие гарантии, которые мы прописываем в договоре и эти обязательства берем на себя официально, регистрируя его в Минюсте. Поэтому, если вы хотите найти по-настоящему инвестиционное предложение в Батуми, рада вас приветствовать. Отлично, я все-таки покажу тогда еще вот этот кадр, он мне кажется очень важным, сейчас я его найду, одну секунду, этот кадр сгарантирован с доходностью, которая у вас есть, где же он, ну, вот он, вот, варианты доходности, ну, просто для тех, кто вот сейчас присоединился, чтобы можно было еще разочек посмотреть, два, две возможности есть, ну, думаю, что все подробности Наталья и коллеги ее безусловно вам расскажут. А я на этом, наверное, практически прощаюсь, у вас есть еще буквально несколько секунд, чтобы нажать на красную кнопочку, оставить заявку и получить специальное предложение в рамках Черной Пятницы от компании Виндом Грэнд Резерен с Батуми. Гоню, Наталья, ну, все осветили, есть какой-то момент, что еще вы считаете важным рассказать. Пожалуйста. Вы знаете, я бы отдельно обратила ваше внимание на инфраструктуру нашу, потому что о ней я не успела рассказать, настолько она большая. Она на сегодняшний день состоит уже из 90 объектов инфраструктуры, то есть это то, что обеспечит хорошую работу отеля, которая не будет зависеть от сезонности, и такой инфраструктуры вы найдете нигде. И еще раз обращу внимание, что это первый и единственный в Грузии комплекс, который строится по системе, все включено. Простите, а почему это важно? Потому что если мы говорим об апартаментах, тогда рассчитывайте, что вы их купите, в лучшем случае они будут сдаваться три месяца в году. Если вы покупаете гостиничный номер в комплексе, который all-inclusive, вы в любое время года приезжаете, вы знаете, чем себя занять. Окей. Если море холодное, а вам нужно отдыхать. Какая-то картинка в презентации есть по поводу инфраструктуры или уже в частном порядке вышли? Вы знаете, она... Да, я ее открыла, она вот в сокращенном виде, потому что просто невозможно все поместить. Но я думаю, что заглавные цифры они уже должны о себе говорить. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам огромное за внимание, спасибо, что были в этот вечер с нами. Я с удовольствием еще раз представляю Наталью Сороку, топ-менеджер в Виндом Grand Residence с Батуми-Гонио. Обращайтесь, обращайтесь сегодня, обращайтесь, если сегодня для вас уже поздно, например, завтра в любой другой день. Спецпредложение для вас от компании. В ближайшие дни мы опубликуем материал по итогам вебинара. Это будет, видимо, ближе к концу этой недели, безусловно. Видео, кто вдруг не успел к началу, все нюансы, все подробности мы опубликуем уже завтра на нашем YouTube-канале. Ну, и еще раз спасибо за внимание. Наталья, спасибо вам огромное за интересный рассказ. Думаю, что на большую часть вопросов мы ответили. На те, что не ответили, контакты Натальи в чате есть. Пожалуйста, уверен, не откажет. Спасибо огромное. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Спасибо вам большое. Друзья, до встречи в Грузии и на канале Прям. Спасибо. До свидания. До свидания.